МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В больницу, а в Ростове на днях во время игры актер квеста участнику и вовсе палец топором отрубил. Инструмент оказался не бутафорским. О том, как устроена безопасность на квестах и кто же все-таки виноват в травмах, организаторы или невнимательные посетители, узнавал. Денис Козлов, он сейчас в студии. Денис, тебе слово. Лиза, остановлюсь подробнее на нашем случае. 14-летняя девочка во время квеста, когда было темно, ударилась в железную дверь и получилось сотрясение. А теперь правоохранители проводят проверку и решают, будут ли возбуждать дело на владельцев. Мы попытались поговорить сегодня с организаторами, но они, завидев людей с камерой и микрофоном, еще метров за 500 закрыли все двери и окна. Я поговорил сегодня еще с несколькими организаторами, и мнения их разделились. Некоторые в подобных случаях винят прежде всего своих клиентов. Да, ты подписываешь договор на то, что ни претензий не имеешь, там оговорены правила, что можно делать, как бегать нельзя, бегать точнее, как себя вести. Если у нас дети участвуют в квестах, то обязательно присутствие в дроп. Что такое хоррор-класс? У тебя возникает стрессовая ситуация. Ты не можешь себя контролировать в какой-то стрессовой ситуации. И из-за этого, получается, я ударился в костях, и виноват организатор квеста, что не так поставил костя. Ну, это же абсурд. Сейчас, в городе, около трех десятков различных квестов. И большинство это страшилки, или так называемые хоррор-квесты. Люди в них нередко действительно боятся и совершают от страха необдуманные поступки. Поэтому другие организаторы, наоборот, считают, что если уж занялись подобным бизнесом, то нужно все продумывать и прежде всего следить за безопасностью. Мы там должны своих астеров обучить, как правильно работать с реквизитом, с игроками, чтобы не навредить. Вороградям, которые приходят играть, должно быть разъяснено и объяснено, каким образом пользоваться аттракционом. Ну, то есть, да, что будут, допустим, перепады с уровней, что, возможно, движение в темноте, поэтому там нельзя бежать. Особенно это касается аттракционов страха и ужасов, где там самая сильная эмоция – это ударить и бежать не смеет. Все, вот напугался человек и побежал. А куда он бежит? Он следствует. Кто будет здесь ответить? Размейте, вот так. К слову, большинство кастоделов заставляют подписывать посетителей перед участием бумагу, что претензий в случае травм не имеют. Люди думают, что в случае повреждения спросить несколья организаторы, что вроде как и не должны здоровье гостей охранять. Но, по словам юристов, это не так. Такие организации и услуги, как квесты, они являются источником повышенной опасности. Независимо от того, что бы вы ни подписали, владелец этого источника повышенной опасности несет полную материальную ответственность. Причинение вреда здоровью, независимо от того, виновен владелец, либо виновен сам посетитель, несет ответственность владелец. Так что компенсацию за вред здоровью получить можно. Правда, с владельцем все-таки придется посудиться. Вот так вот у нас обстоят дела с безопасностью на хоррор-квестах. Лиза. Спасибо, Денис. Эту тему мы продолжим обсуждать вместе с вами. Считаете ли вы такие хоррор-квесты действительно опасными для здоровья? По-вашему, должны ли организаторы нести ответственность за здоровье посетителей или посетители виноваты сами? Может, у вас или ваших знакомых тоже случались подобные истории? Пишите нам на СМС-сервис 9020 с пометкой ТВК, оставляйте мнение в группе телекомпаний ВКонтакте, а также в Вайбере и Ватсапе по номеру 8-923-1-65-45-00. Эту тему мы анонсировали в вечернем выпуске новостей. У нас уже есть сообщение. И вот что нам пишут. Было бы странно, если бы подобные квесты стали походить на детские надувные батуты. Организаторы, безусловно, должны нести ответственность, если бы эта дверь оторвалась и покалечила гость. А вот если ее саму ноги не держат, то вопрос только один, почему несовершеннолетнюю туда пустили. К вашим сообщениям мы еще вернемся, а пока к другим темам. Главу Богучанского района подозревают в получении взятки. Накануне Александра Бахтина задержали в его доме. Там же провели обыски, изъяли всю технику и документы. По версии следствия, чиновник получал взятки через посредников и подставную фирму, которая за определенный процент отдавала предпринимателям заказы на выполнение госконтрактов. Обо всем подробнее в сюжете далее. На этих кадрах глава Богучанского района покидает свой дом под конвоем. Александра Бахтина задержали ранним утром 9 мая. А в доме провели обыски. Его подозревают в получении взятки в 1 миллион рублей от генерального директора компании «Стройинвест». Об этом рассказали в Следственном комитете. За эту сумму глава района должен был дать указание муниципальной службе заказчик подписать документы для оплаты работ за строительство детского сада в поселке Ангарский. Вообще он организовал преступную схему на территории района, согласно которой он незаконно получал денежные средства от предпринимателей, с которыми заключались муниципальные контракты по строительству объектов недвижимости на вверенной ему территории. Это примерно 10% от стоимости каждого контракта. Дело завели 3 мая. Тогда Следственный комитет и ФСБ допросили главу муниципальной службы заказчик Артема Сташкова и руководителя ремонтно-строительного управления Василия Быкова. По версии следствия, они выступали посредниками в получении взятки. Сейчас оба находятся под стражей. При этом самого Александра Бахтина доставили на вертолете на допрос в Красноярск. План задержания, говорят в полиции, разрабатывали несколько месяцев. Еще в прошлом году и в нынешнем году начальник главного управления МВД по краю выезжал лично в Багучан, где встречался с местными жителями. В ходе встреч было три обращения, касающиеся непосредственной деятельности данного главы района, в том числе по препятственной деятельности местного мелкого бизнеса. Арест главы местных жителей в День Победы встретили радостно. Этому даже посвятили пост в социальных сетях. С победой, дорогие земляки! Сегодня Багучанский район празднует еще одну победу над коррупцией в Багучанском районе. Арестован глава Багучанского района Бахтин Александр Вадимович. Надеемся, что вся коррупционная цепочка придет к логическому завершению. А вот приближенные к кругу Бахтина депутаты Законодательного собрания Юрий Ефимов и Александр Симоновский считают все обвинения несправедливые. Не хотелось бы оперировать такими словами, как 1937 год, но оно очень сильно смахивает. Потому что мы прекрасно понимаем психологическое давление, что 9 мая, в День Победы, это было рассчитано, конечно, на весь район. Район, чтобы вместо радоваться празднику обсуждал горячо это действие. Мы прекрасно понимаем действия правоохранительных органов. Это их не красит. Беспредел. То есть человека задержали абсолютно незаконно. Это показания Астасия Попова о том, что 4 раза он по 250 тысяч якобы давал в прошлом году, год назад, в апреле, мае, в июне и в июле по 250 тысяч. То есть уже даже этот факт говорит о том, что эти показания неверны. Потому что для пятой части взятки нужно 1 миллион. При этом 1 миллион – это лишь один эпизод. Новости ТВК рассказывали об Александре Бахтине не раз. Местные жители обвиняли его в нецелевом использовании земель, покупке для своих племянников земли почти в 200 гектаров и завышенных тарифов на ЖКХ. Сейчас в этом будет разбираться следствие. Ему грозит 12 лет лишения свободы. Илья Керп, Сергей Малафеев и Михаил Зинкевич. Новости ТВК. Уже вечером стало известно, Александр Бахтин останется под стражей на два месяца. Поскольку, по мнению следствия, находясь на свободе, он может оказать давление на свидетелей. Бахтин также сообщил, что намерен обжаловать решение. О свое задержание глава района считает, цитата, подставным. По его словам, допрошенный руководитель муниципальной службы «Заказчик» и глава компании «Стройинвест» оговаривают его. Правоохранительные органы поймали их на том, что они занимались незаконными деяниями. И сейчас, чтобы скостить свой срок, вот они выдумывают такие сказки. А в этом ничего конкретного нет. Понимаете? Ничего. Это ночные новости ТВК, и мы продолжаем. Асфальтовый ад. Так, столичный блогер Илья Варламов окрестил микрорайоны «Белые росы» и «Взлетка» в Красноярске. Варламов в очередной раз разместил видео, в котором он критикует краевой центр. В этот раз досталось жилой застройки. Так, по мнению урбаниста, «Белые росы» выглядят, как человеческие муравейники. Из инфраструктуры Варламов отыскал там лишь пивные магазины, которых в микрорайоне более чем в достатке. Попал под критику блогера и деловой район города «Взлетка». Там, говорит Варламов, нет ничего, кроме домов и машин. Вместо того, чтобы позаботиться о хороших детских площадках, застройщик все закатал в асфальт. Единственное место, которое урбанист смог похвалить, это район Южный берег. Но даже там нашлись изъяны. Пешеходные переходы должны были быть сделаны в один уровень, чтобы человек мог спокойно переходить, не меняя уровня. Ну и должно сохраняться мощение. Это было бы гораздо безопаснее. С качеством работ есть вопросы. Здесь у нас что-то там вот потрескивается. 540 малышей в этом году примут участие в забеге на четвереньках. Завтра начнется регистрация участников и успеть еще можно. Подробнее в рубрике «Новости коротко». Завтра в Красноярске начнется регистрация на фестиваль «Карапузы» на старт 2018. Это такое забавное мероприятие. Забег на четвереньках совсем маленьких детишек на дистанцию 10 метров. Здесь все просто, кто первый, тот и победил. Планируется, что в этом фестивале примут участие 540 детишек. И своим родителям уже стоит начинать тренировать своих подопечных спортсменов, так как фестиваль начнется уже 2 июня, футбол арене «Енисей». Независимо от результата, все малыши получат призы, но, конечно, особого почета удостоятся победители. А также наградят лучших в номинации «Малыш, который никуда не торопится. Самая креативная семья». А теперь новость для тех, кому нужна земля под посадку картошки. К нам в редакцию обратились пенсионеры Октябрьского района. Они ежегодно при поддержке Совета ветеранов получали земельные наделы под картошку за символическую плату. Но в этот раз общественники им отказались помогать. Но среди пенсионеров нашлись такие предприимчивые люди, которые сами договорились с фермерами. И теперь любой желающий может получить 3-4 сотки. Для этого необходимо позвонить по телефону, который сейчас вы видите на экране. Землю спашут, подготовят к посадке. Стоимость аренды одной сотки всего 220 рублей. Пять лет колонии общего режима и штраф 600 тысяч рублей. Такое наказание понесет бывшая руководительница фонда социального страхования Ирина Астанина. Ее обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Судебный марафон длится с июня 2016 года. И сегодня суд вынес окончательное решение. На заседании присутствовала Виктория Столярова. Назначить ей наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Почти 5 часов оглашения материала в дело, а потом и приговора. После этого зал суда Ирина Астанина покидают уже в наручниках. Бывшая руководительница фонда социального страхования вместе с супругом из суда Октябрьского района под конвоем отправляются в колонию общего режима. Там Астанина проведет ближайшие 5 лет. Ирина Васильевна, с переговором согласна? Нет. Руководить фондом соцстрахования Астанина начала в 2015 году и почти сразу же, занимая высокую должность, вместе с мужем и несколькими сотрудниками организовали схему хищения денежных средств. Обвиняемые заключили договор аренды на нежилое помещение под нужды фонда. В документах стоимость квадратного метра указывалась в два раза выше фактической. Всю разницу соучастники присваивали себе. После раздела очередной суммы все похитители были задержаны с поличным. Судебный марафон супругов Астаниных длится с июня 2016 года. Силовикам удалось выяснить, что два года назад, с января по июнь, экс-руководитель фонда социального страхования вместе с двумя соучастниками и одним пособником похитили деньги в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей. Они были бюджетные и были выделены для аренды помещений. Астаниных осудили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В колонии общего режима экс-руководительница фонда соцстрахования проведет пять лет, а также выплатит штраф в 600 тысяч рублей. На четыре года в колонию отправится ее супруг. С него взыщут 400 тысяч рублей. Все остальные отделались условным наказанием. Сегодня суд также постановил взыскать с подсудимых ущерб в пользу фонда в размере 1 миллиона 75 тысяч рублей. С приговором не согласна адвокат Астаниной. Мы не согласны с приговором, с обвинением. Чего будете добиваться? Оправдательного. Сторона защиты будет подавать апелляцию и обжаловать решение уже в краевом суде. Виктория Столярова, Владимир Антонов, Новости ТВК. И мы возвращаемся к теме обсуждения. Напомню, мы сегодня спрашиваем вас, как вы относитесь к хоррор-квестам, как оцениваете безопасность там. И вот что нам пишут. Нужно понимать, там же может быть опасно. Была на одном квесте не участником, следила в том числе, чтобы из окон не падали, и с лестниц. Ну и там подписывается документ, претензий не имею. Еще одно сообщение. Хоррор-квесты это круто. 10 лет назад люди, сегодня идущие на квест, полезли бы куда-нибудь на промзону или на крышу, что уж точно опаснее. Прямо сейчас небольшая реклама на телеканале ТВК. Оставайтесь с нами. Это ночные новости ТВК. Мы продолжаем. Овации и плакаты в поддержку режиссера. Накануне во Франции прошла церемония открытия Каннского кинофестиваля. В программу конкурса вошел и фильм Кирилла Серебренникова «Лето». Сюжет основан на истории отношений Майка Науменко, его жены Натальи и Виктора Цоя. На красную дорожку съемочная группа киноленты вышла с плакатами с именем режиссера. И еще несколько человек, которые пришли на премьеру, развернули большой лист с фразой «Свободу Серебренникову» на английском. Серебренников начал снимать «Лето» в июле 2017 года. Работу над фильмом приостанавливали в августе из-за ареста режиссера по делу о хищении бюджетных средств. Режиссер закончил монтаж ленты, находясь под домашним арестом в своей квартире. Прямо сейчас очередная серия проекта Натальи Кечиной и Антона Моцкуса «Как менялась наша жизнь». Авторы расскажут о том, как за четверть века поменялся облик города. Привычные с детства для меня объекты Красноярска меняют с годами свой облик. И даже некоторые знакомые, которые уехали отсюда 6 лет назад, уже не узнают фотографии этого города. Слушай, ну если бы мне 24 года назад показали, каким будет Красноярск, я бы очень удивилась. И не всегда это было бы со знаком «плюс». Мы видим сегодня в Красноярске множество жилых комплексов, которые построены по принципу при минимальных издержках, максимальный выхлоп квадратных метров. Наверное, с точки зрения экономики это эффективно, но это короткие деньги. Мы после себя оставляем культурный слой, который не очень качественный, не очень привлекательно выглядит. И часто эти здания, они морально устаревают еще до того момента, как будут построены. Архитекторы Красноярска граждан проекта, по работам которых были построены, по сути, все знаковые строения краевого центра, в 90-е, да еще и раньше, били тревогу. Страшно, во что постепенно превращается наш город. Визуальная ситуация, конечно, изменилась. Новые микрорайоны, веселенькие, во все цвета радуги. Но уже сейчас прогнозируют эти гетто с невероятным скоплением людей, постепенно превратятся в криминогенные районы, без инфраструктуры, мест для парковок, прогулок и какой-либо зелени. Но и это не самое страшное. Мэр Сергей Ремин недавно волевым решением запретил строительство очередного муравейника «Тихие зори» по соседству с белыми росами. Те и так уже блокируют поступление свежего воздуха в город Черного Неба. А строитель Егоров так вообще напугал. Дома в жилкомплексе «Орбита» вот-вот рухнут венесей. Красноярск, он похож, наверное, на какого-то тинейджера, который растущий организм, да, и мы видели какого-то такого пухлого, младенца, милого, вот старый, я имею в виду старый Красноярск. Потом этот тинейджер начал подрастать, и какие-то угловатые формы, непропорциональные, руки, ноги. Центр Красноярска, каким он был, таким он не остался. Бесконечные между собойщики в борьбе за исторический квартал, снос местами варварских старых домов, изветшавших центральный парк, полно разностили в архитектуры новых строений старых. И, кажется, уж совсем последней каплей приведшей в ужас красноярцев стал прошлогодний ремонт главных улиц. Средняя оценка неудовлетворительна. Двойка с плюсом, плюс просто как надежда на улучшение. И это, наверное, странно слышать от архитектора, наверное, я там должен взять на себя часть ответственности за то, что с городом происходит. Но, к сожалению, от одного архитектора в большом городе мало что зависит. Но жить стало лучше, жить стало веселее. На сегодня в Краевом центре зарегистрировано более полумиллиона автомобилей. Практически в каждой семье они имеются. Как следствие, бесконечные пробки. А в 94-м скромненькие трамваи еще ходили по коммунальному мосту. Постов было три. Что до пробок, то этим словом тогда называли вот такую ситуацию на дорогах. Ну а на месте этой клумбы могла бы быть одна из более чем 30 станций красноярского метро «Площадь революции». Все 24 года в новостях, и только вдумайся, 24 года мы постоянно рассказывали о том, что вот-вот должно у нас появиться свое метро. Это было покруче, чем Санта-Барбара, которая просуществовала в эфире всего-то 10 жалких лет. Консервация строительства на данном этапе стоит 103 миллиона рублей. В последний раз метростроевцы получали зарплату ровно год назад. На всех строительных площадках тишь да гладь. Через 4 года в Красноярске должна была открыться первая станция метро. Теперь уже очевидно, что это мероприятие откладывается на неопределенный срок. Дело в том, что денег осталось так мало, что новая машина может пройти всего лишь 10 метров. Вот и шутят красноярские метростроители. В Красноярске метро к тысячелетию точно появится. Эта станция метро высотная, по сути, единственная в городе, еще не законсервированная. Как итог, на несуществующее метро потратили по разным подсчетам от 1 до 3 миллиардов рублей. Ну и чтоб не подумали, хорошее мы тоже замечаем. Новые районы, дома или вот, например, ставшие традиционными детские карнавалы на День города чудо как хороши. Говорят, что из-за детей, больного и неблагополучного ребенка мать любит больше. Вот и мы любим свой город. Такой материнской любовью. Наталья Кичина, Антон Муцкус, Николай Чистяков, Виталий Субудин. Новости ТВК. Вы смотрели ночные новости ТВК. В студии для вас работала Елизавета Курочкина. Увидимся завтра. Доброй ночи.